и снова зима германии и снова снежок здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала погода в германии но не постоянная ли нестабильная лучше сказать то сыпет снег то льет дождь то выглядывает ненадолго солнце солнцу рады все конечно него сегодня высокая откуда взялся снег неизвестно вот она забастовка увидим можно везде во всех регионах построить сельскохозяйства конец забастовки разъезжаются ребятишки думаю влетели мы сейчас за этими ребятишками поедем перекрыта дорога полиция перекрыла дорогу а вот так выглядит забастовка в германии тихо но сверкает аналитики лошадь lutая сел лошадь лошадь штор Продолжение следует... 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 Почему его называют светофорным? Потому что цвета партий нашего правительства желтый, зеленый и красный. И поэтому так получилось. Никто не думал, но так получилось, что правительство у нас светофорное. Люди очень недовольны политикой, очень недовольны положением в стране. И сейчас, когда угрожают фермерам или сельскому хозяйству, что у них уберут субсидии, повысят налоги от 7% до 19%. И еще у них снимут доплату за дизельное топливо, которым они заправляют свои сельскохозяйственные машины. Нужно сказать, что в Германии сельскохозяйство всегда было на дотации, потому что они не могут торговать своей продукцией по себестоимости или по своим ценам. Не по себестоимости. Если торговать, то это ничего не даст. Нет смысла торговать по себестоимости. А они продают свою продукцию по ценам, установленным молочными заводами и фабриками, мясокомбинатами. Они сдают и продают по ценам, которые установлены покупателями. И вот эта разница им оплачивалась государством. Я не знаю, какое у них сейчас положение, но государство всегда субсидировало сельское хозяйство, чтобы цены в магазинах на сельскохозяйственную продукцию были доступными. Самая тяжелая работа все-таки у фермеров, у крестьян, у них ведь нет ни выходных, ни отпусков, ни дня, ни ночи. Они работают посезонно, им нужно пахать, сеять, обрабатывать поля от сорняков, удобрять, убирать урожай. И вот у них это все, ну, это ежедневная работа, ежедневная с утра до ночи. Встал, поел и пошел. Он не ходит на работу, он работает у себя дома, но он работает, не покладая рук. Обычно они никого не берут себе на помощь, потому что они не могут оплатить наемную рабочую силу. И работает вся семья. Вот, в последнее время дети фермеров уходят из дома, получают профессии и уходят в какую-то индустрию, в другие профессии. Не хотят быть фермерами. Но так как написано на тракторах, если не будет фермеров, умрут все, умрет страна. И это действительно так, ведь фермеры кормят всех. Это и мясо, это и хлеб или зерно, это и овощи, фрукты. Кто чем занимается. Обычно у них специализированные хозяйства где-то в одном направлении работают. Кто-то на мясомолочном, кто-то на свиноводческом, кто-то на овощном и фруктовом производстве. Но у каждого есть такой объем работы, который невозможно одному сделать. А если им не будут помогать, то совсем не придет конец. Конечно, каждый из них может найти работу в Германии. Но это вообще-то семейное дело, которое переходит из поколения в поколение. От прадедов к внукам. И очень жаль, что в последнее время дети не поддерживают своих родителей. Но в основном-то, конечно, поддерживают. Потому что они так воспитаны. Ну вот за свои права, за свои льготы и борется фермерское хозяйство. Борется ассоциация крестьян или фермеров в Германии. Вот эту неделю проходило очень много митингов с участием техники. И мне повезло, что уехав в сторону от колонны, я встретила эту колонну снова в другом месте. И все вам сняла. Все проезжали, видели, что я снимала. Все приветствовали, все махали руками. Я махала им в ответ тоже. Вот как поддержка. Я поддерживаю их протест. Потому что считаю, что они заслуживают того, чтобы государство им доплачивало за их труд. И вот мы с ними встретились снова. И вот мы с ними встретились. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...